добрый вечер всем у нас тема сегодня вдохновлять за 15 секунд что это такое заряжать людей энергией и уверенностью это быть внимательным человеку прошу прощения немножко простужим у нас выйди зима северной индии и дубак без центрального отопления значит что такое вдохновлять на самом деле очень простой инструмент который осваивать всю жизнь вернее оттачивать навык работы с ним это концентрировать внимание на человеке и выделять все его положительные качества все его сильные качества и озвучивать потому что если вы вот так вот посмотрите на свою жизнь задайте себе сейчас вопрос пожалуйста вдохновляете ли вы окружающих детей своих мужей жены родителей это не какие-то комплименты дежурные или штабы наподобие ой ты у меня самое умное ты у меня самое красивое а более развернуто а как развернуто я предлагаю сейчас проверить каким образом я предлагаю у нас практический вебинар сегодня не будет критики сегодня мы будем говорить вам только про ваши плюсы потому что говорить человеку про плюсы договорить это искренне без лести это и заряжает людей уверенностью давайте кто готов первый будем вас сегодня хвалить ваши плюсы отмечать я предлагаю как мы построим работу сейчас я несколько человек вдохновлю покажу как это делается потом мы сделаем практическую паузу я вам дам задание и вы по телефону прямо в течение этого вебинара вдохновите каждый по несколько человек начиная с близких а потом вернетесь сюда и мы разберем эти полеты вот такая у нас простая до эффективная работа получится кто сейчас готов до горячую точку микрофон взять кто хочет услышать похвалу вернее вдохновляющие слова ждем вас на горячей точке так ждем ждем коллеги вдохновляйте теории о 1 перезад здравствуйте 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 а скажите пожалуйста вы давно в компании я с августа месяца а какие у вас провяжуточные результаты есть закрыла менеджер иду на наставника сколько у вас в группе человек структуре около 30 около 30 а вы можете зафиксироваться ну где-нибудь зафиксироваться вы так круто отлично вы смотрели предыдущие вебинары или записи конечно все смотрела отлично применяли какие-то инструменты например расчистку территории покаяние применяли нет собираюсь вот сегодня не успела то есть пока теоретически изучали да ясно скажите пожалуйста у вас есть дети есть сколько сколько двое сколько им лет 30 и 18 а вы скажите пожалуйста когда вы последний раз вдохновляли всегда а что вы говорите давайте 30 лет это кто у вас сын дочь 30 лет 30 лет это мой бриллиант ну кто это кто это сын дочь сын сын давайте что вы ему говорите обычно когда вы его вдохновляете нет он у меня сохранен мой бриллиант а вы ему говорите что он у вас бриллиант конечно ясно а теперь давайте это сделаем по другому потому что если сыну все время говорить что это бриллиант это уже его не будет заряжать а теперь скажите какие в нем качества плюсы развернута вы цените какие в нем плюсы какой он он у меня красавчик так еще он у меня умный так отлично еще он у меня отличный отец хороший семенин так еще он у меня все он для меня перезад перезад стоп давайте только у меня уберем ладно он не ваш угу он не у вас я знаю он не мой да нет он конечно ваш сын но давайте у меня уберем в этом есть такая знаете такая властность значит он убен красив красив отличный отец еще еще он общительные коммуникабельные да коммуникабельные еще так еще какие он хороший друг он хороший лидер у себя в этом в компании короче хороший руководитель да да можно сказать да чувство юмора у него есть чувство юмора у него есть очень он у меня знаете вот он у меня поет такой как это как как творческий а творческий вот креативный это называется креативный с чувством юмора Да. Так, скажите, пожалуйста, вот в таком наборе вы же ему этого не говорили? В таком полном наборе? В полном наборе? Может, не говорила, не знаю. Вот, вот, отлично, отлично. Значит, только давайте не у меня, ты у меня, бриллиант, вот этого не надо сейчас. И вообще, ты у меня уберите, пожалуйста, хорошо? Реально, уберите. Вот. И младшая у вас дочь, да? Или тоже сын? Дочь. Доча, да. Дочь. Ей 18, вы сказали, да? Ей 18, да. Скажите, а у нее какие плюсы? Если сын бриллиант, то у меня доча золото 990-90 пробы. У меня в телефоне сохранен, так, мое золото 999-90 пробы. Стоп, 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 перезад, перезад, стоп. Давайте тренировать, быть слушающим. Значит, то, как вы обычно вдохновляете, надо по-другому. Улавливайте, иначе не воспринимается. Ага. Когда говорить одно и то же, одно и то же, уже все восприимчиво стеряется. Понимаете, в чем дело? Это такой творческий процесс. Сейчас сконцентрируйтесь, давайте, какие у нее плюсы. Про сыну вот сказали, теперь у дочери. Какая она? У дочери? Она самостоятельная. Так. Так, самостоятельная. Она хорошо готовит, умеет готовить. Ага. Она настоящая помощница. Когда доча дома, я отдыхаю. Так. Учится хорошо, она студент. Так, еще что? Она талантливая? Она скрытно талантливая. Она вот это, она не такой, как сын, отчительный. Ясно. Ну вот чувствуется, знаете что, Перезад чувствуется? Что вы в сыне больше плюсов видите, чем в дочери. В дочери как-то поскромнее у вас, поскромнее. Давайте я вам про плюсы ваши скажу. Что я почувствовал, да? Вы умная, сильная такая, женщина со стержнем, с лидерскими данными определенными, да? И такая страстная, эмоциональная, очень любящая. Вот такая, знаете, очень мощное материнское начало у вас. Такое очень серьезное. Ну, если там немножко все-таки что-то прокритиковать, я бы с властностью поработал. Да, есть такое. Не отрицаю. Да, властность, она, скажем, с одной стороны, властность это для лидера необходимое качество. А с другой стороны, когда ты немножко распускаешь ее и даешь возможность властностью управлять своей жизнью, она мешает, особенно с близкими людьми. Вот. Я вам предлагаю безотлагательно прямо сейчас взять телефон и написать сыну все в полном наборе, как вы сказали, как вы это еще не делали никогда. Там сынок, только не говори, ты у меня, вот этого не надо. Как маленькому мальчику не надо. Посмотрите на него, как на своего сына. Понятно, что для всех понятно, что для родителей мы самые лучшие. И когда родители так говорят, это уже не заряжает. Отстранитесь, абстрагируйтесь от того, что вы мать, а это ваши дети. Посмотрите на него, как на личность, как на мужчину. Ты красивый, вот вы сказали, ты умный, очень коммуникабельный. Ты шикарный отец, хороший лидер, с прекрасным чувством юмора. Я к тебе это ценю. Я хотел тебе сказать об этом. И все-таки дочери, скажем так, можно сказать, вот то, как вы говорили про дочь, какие у нее плюсы. Она сдержанная, эмоционально сдержанная, да? Или нет? Она, да, эмоционально сдержанная она, да. Ну понятно, что эти эмоционально сдержанные люди взрываются иногда мощно. Это понятно. Все-таки там, посмотрите, какие еще у нее плюсы. Она красивая? Да, красивая, красивая. Да, да, да. Она обаятельная? Обаятельная. Она умная? Она умная, миниатюрная. Она такая женственная. Вот, вот, отлично. Вот видите, вот так вот развернуто. Давайте, Перезад, прямо сейчас напишите им смс-ки, а потом к нам вернетесь. Хорошо? Хорошо, хорошо. Договорились. Коллеги, пока Перезад пошла вдохновлять своих детей, кто следующий на горячую точку? Я пошла, да. Да, да, ждем вас, ждем. Коллеги, кто следующий на горячую точку? Инструмент вдохновлять уникальный вообще. И партнеров очень важно вдохновлять. Ну, опять-таки, вдохновлять. Вот по этой системе. Искренне, без лести, ну, развернуто. Коллеги, кто следующий на горячую точку? Прием. Ждем. Мы ждем, кто следующий на горячую точку подключится. В теории все это дело слушать, толку мало. И работает. Так, ну, что там? Смелость, смелость. Тренируем смелость. Главный инструмент предпринимателя. Решительность. Преуспевают не самые умные. Часто преуспевают решительные. Коллеги, пользуйтесь возможностью. Ждем, когда. Я лекции читать вам не буду. Я вам сказал уже, как строится процесс вдохновения. Я хочу, чтобы еще пару-тройку человек я вдохновил, показал, еще раз объяснил. И вы сделали практику, и потом поделились результатами. Вот такая у нас работа пойдет сегодня. Да, чего-то в начале года активности мало. Коллеги, ну что такое? Прием. Вы с нами? Поднимают руку. Андрей. Андрей. Все, кто руку поднимают, я им даю право говорить сразу. Вот толку поднимают руку. Просто я видел, сейчас два человека поднимали руку. Толкен и Абангильды. О, Абангильды, здравствуйте. Вот сразу двое вы первые вышли. А, сразу двое. Ну, давайте с Абангильды начнем, а потом толкнем с вами. Хорошо? Договорились? Хорошо. Абангильды. Здравствуйте. Вы в каком городе живете? Город Кокшетау. О, Кокшетау. Первый город в Казахстане, где я провел тренинг в 2009 году. Отлично. Да. Тренировал там риск-бизнес, сотрудников ресторана Астори. Знаете, такой ресторан? Ну и так далее. Да, да, есть. Вот. Владенька, вы давно в бизнесе в этом? Так, компания Ден Дель Леон. Я с 19 декабря. С 19 декабря. Вы раньше занимались? Я сам начал принимать данный продукт. Ну, результаты отличные. И уже у меня в команде... А какие, кстати, результаты? Результаты такие. У меня на обеих коленах артроз. Боль прошла. В плечевом суставе боль прошла. На глазах нервный тик был. Постоянный прям, как бы, один сроком сказать, не переставая, он тикал у меня. Сейчас иногда, когда сильно раз нервничает, он бывает потекает, перестанет, короче. Ну, как бы так... Ну, есть изменения положительные, очень хорошие. Поэтому я решил заниматься этим бизнесом. Супер. Это самый лучший заход в дело через продукт, когда ты убедился на себе, что это работает. Отлично. А сейчас пока в бизнесе результатов... Есть какие-то промежуточные результаты у вас? Три человека я подписал. Ага. Три человека. Пока до менеджера не дошел, но осталось чуть-чуть. Ну, первый этап. Вы женаты? Женат. Четверо детей. О, супер, супер. Абангелиза, скажите, пожалуйста, как вы последний раз вдохновляли вашу жену? Как вы ей говорите обычно про ее плюсы? Честно? Постоянно. Ну, как? Как? Что вы говорите? Сказали ей последний раз? Что вы говорите ей? Ну, почестую. Люблю, ценю, уважаю. Подарил мне четверо детей. Благодарю Всевышнего, что ты у меня есть. Отлично. А теперь давайте по-другому посмотрим. Какие у нее плюсы есть, качества? Какая она? Она у меня. Она у меня очень добрая. Да. Очень добрая. Отзывчивая. Никогда не грубит на меня. Всегда прислушивается. Всегда в любой момент меня поддерживает. Любит, ценит. Ни конфликтная. Вообще не умеет даже ругаться. Вот такая она у меня. Абонгильды, вы позволите? Немножко критики позволите, Абонгильды? Чуть-чуть критики. Позволите? Да. А? Да, да, конечно. Вы сейчас говорили в основном не о ней, а о себе. Значит, вы мужественные, вы очень надежные, видно, что вы очень любящий, такой стержневой мужик, мачо такой, понимаете, яркий, у вас мощная такая мужская харизма, там и так далее. Настоящий такой глава семьи, сто процентный. Но эго, много эго, 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 эго много, и вы сейчас больше говорили о себе. Ладненько. Значит, из того, что я услышал, я так понимаю, что она такая настоящая восточная женщина, да? Да, вы прямо точно угадали. Она у меня из Джамбульской области. Вот, настоящая восточная женщина. Значит, она красивая? Очень. Вот, обязательно. Значит, она женственная, да? Обязательно. Вот. Дополненная, меня трудная. Будрая, можно сказать, что она будрая? Сто процентов. Можно сказать, что она настоящая женщина-поддержка? Да. Вот. Можно сказать, что она тонко чувствующая вас? Вы прямо точно попадаете. Слава Богу, да, что называется. Вот в таком разрезе подробно вы же ее не вдохновляли еще? Таким образом? Такие слова в таком порядке нет? Нет. Отлично, отлично. Вот сегодня сделаем. Старший ребенок сколько лет у вас? Двадцать. Двадцать. Потому что кто сын, дочь? Дочь. Ну, не знаю, как в вашей семье. Обычно в многодетных семьях старшим не додают любви. А у вас как? Наверное. Почему? Потому что когда она родилась, мы сами еще были дети. Понятно. Отлично. Что мне еще нравится в вас, вы умеете слушать, и вы искренне и честны с собой. Умеете свою гордыню подвинуть. Это очень качественная качество. Вот вы почувствовали заряд? Вот я вас вдохновлял, да? Я смотрю на вас, я чувствую ваши плюсы и говорю. Заряд чувствуете? Это меня снизу идет. Вот. Супер. Да, 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 да. Супер. Вот давайте дочка, которой двадцать лет. Какие слова вы ей не говорили, но вы это в ней цедите. Какая она? Она у меня послушная. Всегда, когда папа говорит, для нее это закон. Она у меня красивая. Она у меня религиозная. Намаз читает, Куран читает. В ней плюсы, но есть, конечно, минусы. Она вот немножко бывает забывчивая. Когда как бы все делаю, делаю, потом раз, какое-то время забыл, то, что я ей когда-то говорил, не делаю. Ну, это на время. Стоп, 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 стоп. А мы гильды. Вот прямо сейчас, знаете, что вылезло? Прямо конкретно. Значит, вы прямо ее энергетически давите. Вы властный очень. Да, 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 да. Вы очень властный. Прожди сейчас. Я просто человек военный, полковник запаса. У меня в стержне это все есть. Поэтому, не знаю, хотелось бы быть, немного быть таким ласковым, что ли, и так далее. Но, опять же, вы как правильно сказали, эго не пускает быть таким, как пушистым, белым. С этим можно работать. Смотрите, я не учитель, я зеркало. Я много лет этим занимаюсь. Я, слава Богу, с Божьей помощью чувствую людей. Понимаете, да? И много лет тренируюсь этому. И я как зеркало, чтобы вы смотрелись в это зеркало и корректировались. Все корректируется. Я могу вам сказать, что вы слишком властны со своей дочерью. Вот. Она имеет право забывать. И я могу сказать, вы поддавливаете. И просто это пока осознайте. И вам в отношении с дочерью важно быть не начальником, не директором и не учителем, а любящим отцом. Что такое любящий отец? Любовь – это не переживание и беспокойство, и не контроль. Это радость и энергия, теплота. А у вас она есть, хоть вы и полковник. Вот. Она у вас есть. Я вижу у вас в глазах эту теплоту. Просто мы это можем потренировать, и вы свою дочь, что называется, согреете. Давайте сейчас без критики. Она красивая, послушная. Только давайте тоже не у меня. Она не у вас. Она у Всевышнего. Согласны со мной? А вы только дверь. Да, да. У меня в этом гордыня. Вот. Очень много гордыни. Двигаем гордыню. Не ломаем ее, а аккуратненько двигаем. Особенно в отношениях. Еще в делах там гордыня. Помогает двигаться к целям, амбициям. А в отношениях только вредит все. Значит, она красивая. Еще давайте плюсы. Умная. Умная. Отлично еще. Умная, надежная. Целеструемленная. Отличная. Отличница по учебе. Она яркая? Внимательная. Она яркая? Она яркая, но хочет яркость свою искрыть и показать вот в таком. Потому что она у меня религиозная же. Знаете. Извините, пожалуйста. Религиозная – это такой стереотип. Религиозные разные бывают. Я сам религиозный человек. Я много религиозных людей тренирую. И вы знаете, большинство из религиозных людей, они совершают намаз, ходят в церковь, туда-сюда. А по жизни, ну, как бы, не соответствуют этому. Понимаете, в чем дело? Потому что гордыни у многих очень много. Духовной гордыни. Там и так далее. Ладненько, давайте сейчас про вашу дочь. Все. Наступил момент Ронгильды. Когда она была маленькая, вы тоже еще молодые были. Сейчас время согревать ее. Не только младших, а ее согревать. Давайте еще, значит, умная, хорошо учится, значит, надежная. Что еще? Давайте. Красивая. Начитанная. Начитанная. Да, эрудиция. Да, да, да. Языки изучают. А речь у нее красивая? Речь у нее красивая? Красивая речь. Очень красивая. Вот, прекрасно. Голос приятный. Улыбка заворадуется. О, вот, круто. Отлично. Вот сейчас, а вот Гильды, вы прямо сейчас берете телефон, супругу свою и старшую дочь эсэбэсками вдохновляете. Договорились? И возвращаетесь к нам. Так мы все дома же. Они в другой комнате. В другой комнате? Пойдите по очереди им это скажите и вернитесь. Договорились? Прямо сейчас, безотлагательно. А? Хорошо. Договорились. Так, 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 так. Толкан. Ждем вас. Толкан. Толкан. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы из какого города? Город Астана. Город Астана. Ясненько. Вы давно в деле? Нет, месяц. А раньше с этим вы бы занимались? Да. Занявались, да? Да, да, да. А что вас заинтересовало в этой компании? Что вас зацепило? Я же по болезни пришел на продукт. У меня печень. А, понятно. А продукт помогает? Да, да. Или вы не туда? Я недавно, но я получил результаты, хорошие результаты получил. Вот печень успокоилась у меня. А какие можете поделиться? Можете поделиться в двух словах? Да. Да, боли в печени у меня успокоились, отошли. Постоянные боли были. Потом у меня другие тоже, тоже другие пошли эти результаты. У меня всегда с утра до обеда, когда просыпаюсь, глаза вот эти пеленой накрывали. Я всегда промывал их. Сейчас этого нету. Потом обычно усталость у меня в середине дня, вот так после обеда усталость находила всегда. Ну, на солнце было. Тоже отошло. Потом у меня... Пободрее стали, да? Пободрее стали. Да, да. Да, волосы начали чернеть. Там еще... Да, с сыны начал смотреть. Да. А расти, не начали расти волосы? Нет, нет. Они у меня хорошо растут. Вот я просто сам убрал, чтобы уже поменьше наливалось. Ну, такие результаты есть, хорошие результаты есть. И худеть начали. Отлично. Скажите, пожалуйста, а значит, в каком момента вы в бизнесе еще раз? Где-то конец ноября. Конец ноября. Есть какие-то промежуточные результаты у вас? Ну, у меня на первой линии два, на второй линии три. Ясненько. У вас есть какая-то еще другая работа? Да, я занимаюсь предпринимательством. Ну, Каспий магазин, там тендер. Ну, такие. Ясненько, ясненько. Скажите, пожалуйста, так, 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 давайте я сейчас вас вдохновлю. Я вас ощущаю очень серьезным мужчиной, очень спокойным, будрым, таким, знаете, стрессоустойчивым. Я вас ощущаю мужчиной, который в критических ситуациях не теряет холоднокровие. Там вас эти стрессовые ситуации не выбивают из колеи. Очень надежный, спокойный такой, интеллигентный. Скажите, пожалуйста, вот вы послушали первых двух людей. Вы увидели, что вы близких людей на 100% не вдохновляете, как большинство? Как понять, я вас вопрос не понял. Близких людей своих рядом? Вы сейчас слушали нас внимательно, да, двоих первых? Да, да, да. У вас кто самые близкие люди сейчас? Мои лично близкие люди? Да, да, да. Жена, сын, внуки. Жена, сын, внуки. Родители. Жену развернутой, сына, вы вдохновляли? Про плюсы говорили? Да. Я всегда говорю про плюсы. Давайте, скажите, пожалуйста, про жену. Что вы жене говорили, что сыну? Ну, жена, она сейчас тоже в этом с нами, но я всегда могу ей сказать, что я ее люблю, всегда говорю, что она уважает ее, что она всегда меня поддерживает и всегда рад тому, что она всегда меня поддерживала в мои тяжелые моменты. И она всегда рядом со мной, как мой тыл, сильный тыл, потому что я человек тоже офицер, тоже военный, и она тоже военная, мы с ней много пришли, ну, в службу и оба на пенсии, поэтому вот такой вот. И были моменты в жизни даже после армии, что я попадал в тяжелую ситуацию, и всегда она была рядом. Это я всегда ей, ну, напоминаю и люблю, и ценю за это. Только немножко критики позволите? Да, да, да. Значит, тоже не очень внимательно, видимо, слушали. Вы закрыты, вы сильно закрыты и эмоционально скупы. Вы в этом не виноваты. Жизнь вас так обучила, воспитала, вы здесь ни при чем. Просто можно это делать, можно по-другому жить. Вам эмоциональную щедрость потренировать надо, эмоциональную, понимаете, да? И тоже, когда вы говорили о супруге, вы больше говорили про себя, что она меня поддерживала в трудные минуты, она ко мне внимательна, мы с ней вместе там прошли. А теперь давайте абстрагируйтесь от того, что вы ее муж, и давайте ее плюсы выделим. И такие плюсы выделим. То, что вы ей еще не говорили, но вы это в ней цените. Цените. Давайте? Давайте. Прямо сейчас давайте говорите. Пожалуйста. Она очень открытая, очень открытая, очень эмоциональная, очень прямолинейная. То есть, откровенная такая, искренне. Да, искренне, за это всегда страдает, да. Очень такая, неспокойная женщина. А только здесь, смотрите, неспокойная и прямолинейная, это критика больше. А сказать, например, искренне и эмоциональное. Ну, всегда она правду матушку гнет, вот так, если точнее быть. Просто не всегда экологично, да? Да, не всегда понимает окружение, ну, такая, какая она есть. Стоп, значит, можно сказать, что она страстная натура? Ну, да, она очень такая видная женщина, да. И очень красивая. Сейчас, секундочку, извините, пожалуйста, только секундочку. Абангельды вдохновили? Сейчас, секундочку, вдохновили? Да. Какие ощущения? Ее, их или мое? И ваше, и их. Ваше, прежде всего. Прежде всего мое. Да. Скажем, внутреннее мое «я», оно еще больше энергии наполнилось. Да. И это немного ушло куда-то. Подвизнули чуть-чуть, да? Я ее подвинул. Вот. С их стороны дочка сказала, папа, ну, что с тобой случилось? Почему такие вещи, говоришь? Ну, вот. Просто, говорю, у меня в сердце один клапан открылся, говорю. Она говорит, ну, а что ж вы раньше не говорили? Надо было давно такие вещи мне говорить. А, а, ей было приятно, да? Ей приятно было. Вы ее зарядили? Зарядил. Она сияет. Отлично. Супер. Супругу зарядили? Да. У нее даже, этот, немного слезинка даже прошла. Супер, супер. Я думаю, вся аудитория сейчас вам бурно аплодирует, Абонгильды. Благодарю вас. И я извиняюсь, мы сейчас с толк-эном продолжим. Хорошо? Слушаем внимательно толк-эна. Толк-эн, вы почувствовали от Абонгильды заряд? Да, да. Супер, супер, супер. Да, Абонгильды, мы сейчас прям заряжающий. Когда других заряжаешь, вдохновляешь, сам заряжаешься. А мы в таком бизнесе, где самое главное заряжать энергией. Толк-эн? Так, и, значит, с супругой, давайте еще раз ее плюсы. Толк-эн. Открытая, эмоциональная, искренняя, прямолинейная. Искренняя, да, да, да. Красивая, отзывчивая. Можно сказать, что она яркая личность? Яркая, яркая личность, да. Харизматичная личность. Вот, вот, отлично. А кто у вас старший ребенок? У меня один сын. Один сын, сколько его лет? 32. 32. Его плюсы? Очень добрый, коммуникабельный, трудолюбивый, эмоциональный. Еще, еще. И очень закрытый человек. Я сейчас не знаю про это, закрытый он весь в ад. Он закрытый, потому что... Нет, немногословный, если точнее так. Немногословный. Ага, сдержанный такой, да? Сдержанный, да. Спокойный, спокойный. Очень сдержанный, очень спокойный, да. Умный? Умный, естественно, умный, естественно. Вот, 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 вот. Вот, мужественный. Мужественный. Обязательно надо сказать. Обязательно. Ты спокойный, мудрый, мужественный. Вот, только про плюсы говорим. Значит, договорились? Договорились. И сейчас вот я вас только ощущаю более слышащим, более открытым. И тоже, когда мы... Потому что, знаете, тепло есть у каждого, талант есть у каждого. Просто он проявляется только, когда мы вот такие открытые. Гордыню свою двигаю и открыты. Значит, коллеги... Мы с вами уже второй раз. Мы с вами уже второй раз. Я покаяние делал. Первый. Отлично. Отлично. Очистили территорию? Да, отлично. С кем чистили территорию? Очень классно, кстати. Очень классно. Мне прям на душе прям все отлегло. И я почувствовал себя намного лучше и намного свободнее. Супер, супер. С кем почистили территорию? Сколько человек? С женой брата я у меня был такой... Все, больше ни с кем, да? Еще не чистили. Ладно. Коллеги, обращаюсь ко всем. Обращаюсь ко всем. Вот сейчас... Абангильды, сколько у вас ушло на то, чтобы вдохновить жену и дочку времени? Десять минут, да? Или сколько? Нет. Ну, может быть, и с женой, и с дочкой все вместе взять минут пять. Ладно, коллеги, коллеги, внимание. Давайте сейчас закрепим это практикой. Значит, перезад. О, сейчас перезад, послушаем. Получилось перезад? Да, получилось. Результат на уровне ощущений? Результат классный. Мне легко стало. А вот я вот вопрос... Толкен и Абангильды. А вы чувствуете, что перезад стала более спокойной и уверенной? Чувствуете? Да, видно, видно. До этого она больше суетилась, да? Суетилась, да, именно, именно. Она стала спокойной. Да, энергия совершенно другая, коллеги. Да, да, да. Коллеги, давайте сейчас, значит, по вашему времени сколько сейчас? 20.38, 20.39. 7 минут пишем смс-ки. Если близкие рядом, вдохновить двух близких людей. Либо смс-ки, либо позвонить, либо, если они рядом, сказать. И через 7 минут встречаемся. Полетели. А вот Абангильды, вдохновите ваших партнеров по бизнесу. Прямо сейчас, пока все близких вдохновляют. Договорились? Смс-ки напишите. Давайте, вперед. Вперед, коллеги. Перезад тоже партнеров своих по бизнесу. Вдохновите сейчас, хорошо? Хорошо, хорошо. Давайте. Ждем. Через 7 минут. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Не знаю, успели, не успели, коллеги. Ждем. Возвращаемся. Две смс-ки надо было написать или два звоночка. Коротеньких. Сейчас бы хотелось, чтобы мы быстренько через горячую точку прошли максимально возможное количество людей в оконцовке нашего вебинара. И поделились результатом. Коллеги, кто уже вернулся? Кто вернулся? Со сделанным заданием. Можете включить микрофон. Я вот одно написал. Одно написали, да? Да, вот сыну. У меня сын же, я ему написал. Так. Отправил. Сейчас только. И какие ощущения? Какие ощущения? Ощущения отличные. Вот. Вот. Вот смотрите, вам нужно почаще вот эту, вашу теплоту разрабатывать вам нужно. Она у вас есть? Вы ее просто затолкали, потому что в вашей службе она была не нужна, да? Хотя, знаете, я вот в армии служил. Жизнь намного была другая. Да, да, да. И на самом деле и в армии, я вот, например, я служил в армии советской еще. ДМБ-87. И вот у нас было 20 офицеров. А я помню одного особенного. Вот был такой офицер теплый, любил солдат. Понимаете, да? Ладненько. Тогда дайте слово, что вы сегодня еще... Вы сейчас сына вдохновили, супруга, что сегодня обязательно вдохновите. Договорились? Я в эфире ее вдохновил, она же здесь тоже. А-а-а, понятно, понятно. Вот вы сейчас такой обаятельный, открытый такой, обаятельный, да. Благодарю вас. Кто следующий на горячую точку, кто сделал задание? Спасибо большое. Да. Коллеги, кто следующий? На горячую точку, пожалуйста. Воспользуйтесь возможностью. Так, кто? Коллеги. Так, кто? Так. Кто? У нас карлыгаш поднимает руку. По-моему. Аня, почему Перезат включил? А вы еще там вдохновили кого-то, да? Да, двоих своих партнеров. Партнеров? У-у-у, да. О, вот, вот, супер, все. Тут слова излишни. Слова излишни. Партнеров очень важно вдохновлять. Коллеги, Перезат, я хотел бы, чтобы еще кого-то вы послушали. Хорошо? Молодец. А энергетика совершенно другая у вас сейчас. Совершенно другая. И вот, а эту энергетику надо поддерживать каждый день. А представляете себе, коллеги, если у вас просто будет привычка каждый день вдохновлять несколько человек. Какая жизнь будет вообще? И вы это, допустим, делаете целый год. Так, коллеги, ну кто там еще за горячую точку хочет? А? Кто там поднимал руку, коллеги? Все, я ухожу. А партнеры что ответили? А, партнеры, они довольные такие. Давай будем работать. Автомобиль у нас, квартира у нас. Каллаж, привет. Спасибо. Все, Перезат, у вас подключилась коллегаж. Благодарю вас. Коллегаж, кого вы вдохновили? Я вдохновила свою дочу. Здравствуйте. С Новым годом. Взаимно. Сколько лет дочери? Тридцать два года. Ого, вы так молодо выглядите, у вас уже дочь тридцать два года. Вы очень яркая, красивая. Сейчас я вас ощущаю открытый. Такой естественный, энергичный, заряжающий. Вы только дочку вдохновили, да? Успели? Да, я только успела дочь вдохновить. Просто у меня параллельно еще все писали. Результат? Результат, честно говоря, я еще ответ не получила, потому что у нее маленькие. А у вас на уровне ощущения какой результат? А у вас на уровне ощущения какой результат? Вы почувствовали? На уровне ощущения? Ну да, да. Немножко взволновалась. Немножко я, когда писала, немножко волнение было у меня самой. Я так вдох-выдох и... Ну, все нормально. Не-не-не, Карл Лагаш, все нормально. Это, знаете... У вас сразу же, вижу, привычка все обесценивать. Нафиг. Значит, подъем энергии был? А? Ну да, да. Вот. Да. Подъем энергии... Значит, вот-вот. Радость почувствовали? Легкость почувствовали? Да, поднялось настроение и стало прям легко. Вот. А посмотрите, как вы в первый раз сказали, с обесцениванием. Обратите внимание. Вы в этом месте теряете энергии. Я поняла. Поняла. Следите за бестактный вопрос. Вы замужем? Замужем. Замужем. А мужа вдохновляете? А мужа? Наверное, редко. Честно скажу, редко. Редко. Вот, вот. Как любая нормальная жена. Давайте сейчас нам скажите, какие сильные качества мужа вы цените? Плюсы его какие? Он очень сильный, очень надежный, очень ответственный. Ну, как сказать, берет на себя ответственность, как мужчина. Еще. Еще. Давайте щедрость тренируем. Еще. Еще давайте. Что у него там? Умный. Вот. Он щедрый. Очень щедрый. Но на комплименты очень жадный. Подождите. Его просто не дуют жадный. Его просто не научили. Я могу сказать. Это не комплименты. Просто его так обучили. Понимаете? Родители-то не вдохновляют нормально. Его не вдохновляли нормально. Вот сейчас дело. Мы же повторяем то, что с нами сделали учителя и наши родители. И передаем это дальше. Вот так вот. Вам нужно пощедрее, потому что властность у вас чувствуется. Властные женщины боятся вдохновлять мужей. Вот, а так очень яркая, харизматичная. Поэтому дайте нам слово, пожалуйста, чтобы сегодня вдохновить своего мужа поярче. Хорошо? Обязательно. Слово даете нам? Даю слово. Понятно. Вы давно в деле? Я с 7 октября. Ой, с 7 ноября. У вас партнеры есть? Да, у меня в первой линии 17 человек и в структуре 31 человек. Вот вам задание в первой линии до следующего вебинара вдохновить каждого. Договорились? Хорошо. Договорились. Все 17 человек. Вне зависимости от того, активничает он или не активничает. Ладно? Слово надо даете? Хорошо. Даю, даю. Отлично. Слово не держать можно, напоминаю всем. Слово не держать можно. Просто, когда мы обещаем и не делаем, мы теряем жизненную силу. Вот и все. Абангильды, партнеров вдохновили сейчас? Всего доброго. Ну, у меня не как у Карла. Всего доброго. У меня всего лишь три человека. Вы мне сказали, двоим позвонили. Я двоим позвонил. Не позвонил. Написал не смс, а аудио. Аудио написал. Я передал им свою внутреннюю энергию через голос. Но ответ не получил. Они, видать, наверное, на улице, на прогулке как бы. А результат у вас? Двое не ответили. Третий тоже написал. Тоже самое. Краин, короче. Позвонил. Аудио отправил. Ответа не получил. Но главное здесь же, мое ощущение же, правильно? Да. Не их. Мое же. Да. Да. Никакой подъем. Булат, я таких слов никогда партнерам не говорил. Сегодня сказал. У меня, видите, настроение какое сейчас. Да, как будто рюмку выпили. Без алкоголя, видите, можно яться. Отлично. А вы, Гильдарий, продолжайте. Продолжайте. Вы предыдущие вебинары смотрели? Вы предыдущие вебинары смотрели? А? Да, смотрел, смотрел. Я однажды почистил свою территорию. С кем? Ну, как-то, ну, одна подруга была. Я с ней как бы уже года два, наверное, как бы поругались. Ну, друг, просто поругались. А потом, вот, после вашего вебинара я позвонил ей. Ага. Она, видать, мой номер, телефон тоже удалила. И так далее. Звоню, она, кто это? Я уже так и так... Давайте без подробностей. Давайте без подробностей. Почти через территорию. Нет, это самое интересное. Самое интересное. Она говорит, ну, потом узнал, потом, а это вы, что ли? Да, так и так, короче. А потом говорит, а что... Я ей говорю, вы меня простите за всё, что, может быть, когда-то я вас обидел. Сказал, какие-то, может быть, слова там нехорошие и там и так далее. Она говорит, а что случилось? Я говорю, ничего не случилось? Нет, ну, это же... На вас это не похоже. Я говорю, просто, наверное, может быть, прощаюсь в жизни, поэтому вам позвонил, говорю. Она говорит, нет, нет, вы что, вы что, живите долго. Я на вас не обиделся, я вас за всё прощаю. Но я говорю, я пошутил, короче, я говорю, пошутил. И мы вдвоём раз меняли, и так далее. То есть, вот в таком ракурсе, и у неё, и у меня, короче, всплеск такой хорошей энергии. Вот. И в тот день я подписал одного человека. Вот, отлично. Вот, вот, это сразу, конечно, энергия привлекает. Да, да, да. Благодарю вас. Вы на форум компании-то собираетесь? На форум. На форуме. Бывает такое. Пока 50 на 50, честно скажу. А, уже там, там уже нет мест, кстати говоря, там уже нет мест. Если вы ещё не собрались. Ладно. Пятого, шестого, седьмого тренинга. Другой раз поеду обязательно. Я вам рекомендую тренинг пройти трёхдневный. Когда? А вы не в курсе? Пятого, шестого, седьмого февраля. Я провожу тренинг с партнёрами Дэн-Дэ-Лайн. В Албасе, по-моему. Я не знаю, то ли в Албасе, то ли в Астане. Надо уточнить у компании. Потому что вам с вашим эго и упрямством работа себе работает. Всё, коллеги. Значит, всем заданиям до следующего вебинара вдохновлять всё, что шевелится. Начните с близких. Да, да, да. И тоже, значит, 4 февраля уже мест нет. А на 5, 6, 7 это трёхдневный тренинг, который я проведу. И я могу сказать, что это будет мощно. Мы будем в офлайне 3 дня вместе. И там такие будут результаты. Отвал башки. Поэтому очень рекомендую вам принять решение. Прилетите на тренинг. И я вам гарантирую, что вы будете благодарить себя за то, что решились. Гарантирую. И у всех будут улучшения в отношении с окружающими. Всё. Я вас благодарю. До встречи в эфире. Всего хорошего.